Наверняка многие жители столицы заметили, что по водной глади залива плавают необычные лодки. В Чебоксарах открылась секция по гребле на байдарках и каноэ. Наряду с плаванием это один из самых тяжелых циклических видов, так как в нем работают почти все мышцы тела атлета. Как юные спортсмены обучаются гребле на байдарках и каноэ, узнала наша съемочная группа. Грести на байдарках и каноэ надо на гладкой воде. На каноэ стоят на одном колене, весло с одной лопастью, гребут лицом вперед. А на байдарках гребут сидя, двулопастными веслами по направлению движения. Гребной спорт развивает в спортсмене силу, выносливость и волю к победе. Чебоксарский залив – самое удобное место для тренировок. Нет течения и больших волн, и дистанция необходимая. Один из самых очевидных плюсов гребли – большая часть тренировки проходит на водоемах. Сложность в том, что мы всегда на открытом воздухе. То есть мы всегда находимся в стихии воды, стихии ветра. Мы как бы один на один с природой. Но в то же время это дает преимущество перед другими видами спорта. То есть дети, которые у нас занимаются, это такой самый важный гигиенический фактор. Это воздействие воды, солнца, свежего воздуха. То есть они закаленные, редко болеют. Всего в секции 45 детей. Тренировки проходят круглый год на басе «Дю США Энергия». Летом на воде, на территории залива. Зимой на лыжах, осенью в зале и на лыжероллерах. Гребли на байдарках и каное – олимпийский вид спорта. В Чувашии он развивается с 96-го года. Тренер считает, что у его воспитанников большое будущее. Ребята показывают хорошие результаты на всероссийском уровне. Последние соревнования погребли на байдарках и каное проходили в Десногорске и Пушкино. Девочки заняли весь пьедестал почета. У меня первая была тренировка на учебных вот таких где-то байдарках. Мне, конечно, было страшно, но я была без пуслаков, чтобы быстрее привыкнуть, чтобы все-таки к балансу немного привыкла. Я не помню, из-за чего я сюда пришла. Но я помню, как я первый раз села в лодку, и Александр Анатольевич меня держал за корму. Я туда чуть не перевернулась, и он меня держал. Но я не перевернулась. Сейчас спортсмены выехали на чемпионат Саратовской области по гребле на байдарках и каное в город Энгельс. Тренер надеется, что и оттуда гребцы привезут награды. А те, кому стал интересен этот вид спорта, может прийти в спортивную школу «Энергия». Анастасия Лангина, Антон Вовк, Республика.